4 книга царств глава 1 и отложил сама вот израиля по смерти ахава ахозия же упал через решетку с горницы своей что в самаре из-за не мог и послал по слову сказал им пойдите спросите у вильзивола божества коронского выздоровели я о сей болезни и пошли они спрашивать тогда ангел господин сказал или ефесвитянину встань пойди навстречу посланником от царя самарийского и скажи им разве нет бога в израиле что вы идете вопрошать вильзивола божество коронское за это так говорит господь с постели на которой ты лег не сойдешь с нее но умрешь и пошел или я и сказал им каков видом тот человек который вышел навстречу на встречу и на встречу нам вышел человек и сказал нам пойдите возвратитесь к царю который послал вас и скажите ему так говорит господь разве нет бога в израиле что ты посылаешь вопрошать вильзивола божество коронское зато с постели на которой ты лег не сойдешь с нее но умрешь и сказал им каков видом тот человек который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии они сказали ему человек тот весь волосах и кожаным поясом подпоясом по чресном своим и сказал он это или я специтянин и послал к нему пятидесятника с его пятидесятком и он зашел к нему когда или я сидел наверху горы и сказал ему человек божий царь говорит сойди и отвечал или я и сказал пятидесятнику если я человек божий то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток и сошел огонь с неба и попалил его и пятидесятник десяток его и послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком и И он стал говорить ему, человек Божий, так сказал царь, сойди скорее. И отвечал Илья и сказал ему, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои перед Ильею, и умолял его, и говорил ему, человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих сих пятидесяти перед очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками, но теперь да не будет презрена душа моя перед очами твоими. И сказал ангел Господень Ильи, пойди с ним, не бойся его. И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты посылал послово прошать Вильзеула Божество Ахкаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И умер он по слову Господню, которое изрек Илья. И воцарился Иорам, брат Ахозии, вместо него. Во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала. И сказал Илья Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль. Но Елисей сказал, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиль, к Елисею, и сказали ему, знаешь ли, что сегодня Господь вознесет Господина твоего над главою твоей? Он сказал, я так же знаю. Молчите. И сказал ему Елия, Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Елифон. И сказал он, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пришли в Елифон. И подошли сыны пророков, которые в Елифоне к Елисею, и сказали ему, знаешь ли, что сегодня Господь берет Господина твоего и вознесет над главою твоей? Он сказал, я так же знаю. Молчите. И сказал ему Елия, останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. Пятьдесят человек и сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их. А они оба стояли у Иордана. И взял Илья милость свою и свернул, и ударил ею по воде, и раступилась она туда и сюда. И перешли оба посуху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли, дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илья в вихри на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. И не видел его более. И схватил он одежды свои, и разодрал их на две части. И поднял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и встал на берегу Иордана. И взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, Где Господь Бог Ильи? Он самый. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, и издали, и сказали, А почил дух Ильи на Елисея. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. И сказали им, Вот есть у нас рабов твоих, человек пятьдесят, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господин, и поверг его на одной из гор. Или на одной из долин. Он же сказал, не посылайте. Но они приступали к нему долго, так что нас скучили им. И он сказал, пошлите. И послали пятьдесят человек, и искали три дня, и не нашли его. И возвратились к нему, между тем, как он оставался в Иерихоне. И сказал им, не говорил ли я вам, не ходите. И сказали жители того города Елисею, Вот положение этого города хорошее, как видит господин мой. Но вода не хороша, и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу, и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли. И сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую. Не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогой, малые дети вышли из города, и насмехались над ним. И говорили ему, иди, пляшивый, иди, пляшивый. Он оглянулся и увидел их. И проклял их именем Господнем. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них сорок два ребенка. Отсюда пошел он на гору кормил, и оттуда возвратился в Самарию. 4-я царств, 3-я глава. Иорам, сын Ахава, воссорился над Израилем в Самаре, 18-й год, Иосафата, царя Иудейского. И царств стал 12 лет. И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иораваама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, он держался. Не отставал от них. Вместо царь Моавицкий был богат скотом и присылал царю Израильскому по сто тысяч овец и по сто тысяч неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавицкий отложился от царя Израильского. И выступил царь Иорам, в то время из Самарии, и сделал смотр всем издражитянам. И пошел и посал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать. Царь Моавицкий отложился от меня. Пойдешь ли со мной на войну против Моава? Он сказал. Пойду. Как ты, так и я. Как твой народ, так и мой народ. Как твои кони, так и мои кони. И сказал. Какую дорогу идти нам? Он сказал. Дорогу пустыни Едомской. И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Идомский. И шли они обходом семь дней. И не было водли для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский. Ах! Созвал Господь трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава. И сказал Иосафат. Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя Израильского. И сказал, здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Ильи. И сказал Иосафат. Есть у него слово Господне. И пошли к нему царь Израильский, и Асафат, и царь Идомский. И сказал Елисей царю Израильскому. Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и пророкам матери твоей. И сказал ему царь Израильский. Нет. Потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава. И сказал Елисей. Жив Господь Савов, перед которым я стою. Если бы я не посчитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господа Господня коснулась Елисея. И он сказал. Так говорит Господь. Делайте на сей долине рвы за рвами. Ибо так говорит Господь. Не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало перед очами Господа. Он им Ава придаст в руки ваши. И вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменями. Поутру, когда возносят хлебные приношения, вдруг полилась вода по пути от Едома и наполнилась земля водою. Когда мавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше. И встали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водой, мавитянам издали показалось, что вода красную, как кровь эта. И сказали они, это кровь. Сразились цари между собой и истребили друг друга, говоря, теперь на добычу мав. И пришли они к стану израильскому. И встали израильтяне, и стали бить мавитяна, и те побежали от них. А они продолжали идти на них и бить мавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню, и закидали его, и все протоки вот запрудили, и все дерева лучшие срубили. Так что оставались только каменья, кирха решете. И обступили его пращники, и разрушили его. И увидел царь Мавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому. Но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его на все сожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах. И они отступили от него, и возвратились в свою землю. Четвертая книга царств. Глава четвертая. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала, «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он, «Пойди и попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних. Набери немало, и пойди запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда бы он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой, сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезе и слуге своему, «Позови эту сынометянку». И позвал ее. И она встала перед ним. И сказал ему, «Скажи ей, вот ты заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или своим начальником?» Она сказала, «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он, «Что же сделать ей?» И сказал Гиезе, «Да вот сына нет у нее, а муж ее старый». И сказал он, «Позови ее». И позвал ее. И стала она в дверях. И сказал он, «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она, «Нет, господин мой, человек божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременнаю и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему к жнецам. И сказал отцу своему, «Голова моя, голова моя болит». И сказал тот слуге своему, «Отнеси его к матери его». И понес он его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она и положила его на постели человека божия и заперла дверь и вышла. И позвала мужа своего и сказала, «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку божию и возвращусь». Он сказал, «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота». Но она сказала, «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему, «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась и прибыла к человеку божию в горе Кормил. И когда увидел человек божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию, «Это та санамитянка, побеги к ней навстречу и скажи ей, здоровый ли ты, здоровый ли муж твой, здоровый ли ребенок?» Она сказала, «Здоровый». Когда же пришла к человеку божию на гору, ухватилась за ноги его и подошел к Гиезию, чтобы отвезти ее. Но человек божий сказал, «Оставь ее. Душа у нее огорчена, Господь скрыл от меня и не объявил мне». И сказала она, «Просила ли я сына у господина моего, не говорила ли я, не обманывай меня?» И сказал он Гиезии, «Опояшь ресла твои и возьми жезл твой в руку твою и пойди, если встретишь кого, не приветствуй его. Если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. и положи посох мой на лицо ребенка». И сказала мать ребенка, «Жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал, «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собой и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком и приложил свои уста к его устам и свои глаза к его глазам и свои ладони к его ладоням и простерся на нем и согрелось тело ребенка. И встал и прошел по горнице взад и вперед. Потом опять поднялся и простерся на нем и щихнул ребенок раз в семь и открыл ребенок глаза свои и позвал он Геезия и сказал, «Позови эту санамитянку». И тот позвал ее. Она пришла к нему и он сказал, «Возьми сына твоего». И подошла и упала ему в ноги и поклонилась до земли и взяла сына своего и пошла. Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле той и сыны пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему, поставив большой котел и свари похлебку для сынов пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи и нашел дикое вьющееся растение и набрал с него диких плодов полную одежду свою. И пришел и накрошил их в котел с похлебкой, так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили, «Смерть в котле! человек божий!» и не могли стать человеком. И сказал он, «Отдай людям, пусть едят!» Ибо так, говорит, Господь насытится и останется. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Четвертый Ассарс, глава пятая. Нейманова, начальник царя Иссирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, а она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, так и так, говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой десять талантов серебра и шесть тысяч сиклей золота и десять перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом всем, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, разве я бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его. Вот, теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои, пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился ухода в дом Елисеев. И выслал ему Елисей слугу сказать, пойди омойся семь раз в Иордане и обновится тело твое у тебя и будешь чист. И разгневался Нейман и пошел и сказал, вот, я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве ванна и фарфар реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И оборотился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему и сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист. И пошел он и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия. Обновилось тело его как тело малого ребенка и очистился. И возвратился к человеку Божий он и все сопровождавшие его и пришел и стал перед ним и сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. И сказал он, жив Господь, перед лицом которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, если уже не пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертву другим богам, кроме Господа. Только вот в чем, да простит Господь раба твоего, когда пойдет Господин мой в дом Риммона для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона, да простит Господь раба твоего, случаясь им, и сказал им, иди с миром, и он отъехал от него на небольшое пространство земли, и сказал Гиези, слуга Элисея, человека Божий, вот господин мой, отказался взять из руки Неймана и этого сериянина, то, что он приносил, жив Господь, побегу я за ним, и возьму у него что-нибудь, и погнался Гиези за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал с миром ли, он отвечал с миром, господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефрема два молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и две перемены одежды, и сказал Нейман, возьми пожалуй два таланта, и упрашивал мешка, и две перемены одежды, отдал двум слугам своим, и понесли перед ним, когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли, когда он пришел, и явился господину своему, Елисей сказал ему, откуда Гиези, и сказал он, никуда не ходил раб твой, и сказал ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек, кто с колесницы своей, время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь, позже проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек, и вышел он от него белый от проказы, как снег. Четвертое царство, глава шестая, и сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас, пойдем к Киордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства, он сказал пойдите, и сказал один, сделай милость, пойди и ты с рабами твоими, и сказал он, пойду, и пошел с ними, пришли к Киордану и стали рубить деревья, и когда один валил бревно, топор его упал в воду и закричал он и сказал ах, господин мой, а он взят был на подержание и сказал человек божий, где он упал, он указал ему место и отрубил он кусок дерева и бросил туда и всплыл топор и сказал он, возьми себе, он протянул руку свою и взял его, царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими говоря, в таком-то месте я расположу свой стан и посылал человек божий к царю израильскому сказать, берегись проходить всем местом ибо там сирияне залегли и посылал царь израильский на то место о котором говорил ему человек божий и протестерегал его и сберег его там ни раз и ни два и встревожило сердце царя сирийского по всему случаю и призвал он рабов своих и сказал им скажите мне кто из наших сношений с царем израильским и сказал один из слуг его никто господин мой царь а Елисей пророк который у израиля пересказывает царю израильскому и те слова которые ты говоришь в спальной комнате твоей и сказал пойдите узнайте где он я пошлю и возьму его и нанесли ему и сказали вот он в дофаиме и послал туда коней колесницы и много войск и пришли ночью и окружили город поутру служитель человек божий встал и вышел и вот войско вокруг города и кони и колесницы и сказал ему слуга его увы господин мой что нам делать и сказал не бойся потому что тех которые с нами больше нежели тех которые с ними и молился Елисей и говорил господи открой ему глаза чтобы он увидел и открыл господь глаза слуге и он увидел и вот вся гора заполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея когда пошли к нему серияне Елисей помолился господу и сказал порази их слепотою и он поразил их слепотою по слову Елисея и сказал им Елисей это не та дорога и не тот город идите за мной я провожу вас к тому человеку которого вы ищете и привел их в Самарию когда они пришли в Самарию Елисей сказал господи открой глаза им чтобы они видели и открыл господь глаза их и увидели что они в середине Самарии и сказал царь израильский Елисею увидев их не избит ли их отец мой и сказал он не убивай разве мещом твоим и луком твоим ты пленил их чтобы убивать их предложи им хлеба и воды пусть сидят и пьют и пойдут государю своему и приготовил им большой обед и они ели и пили и отпустил их и пошли государю своему и не ходили и не ходили более тепло чищи сирийские в землю израилеву после того собрал винода царь сирийский все войско свое и выступил и осадил Самарию и был большой город в Самарии когда они осадили ее так что ослинная голова продавалась по 80 сикли серебра и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сикли серебра однажды царь израильский проходил по стене и женщина с воплем говорила ему помоги господин мой царь и сказал он если не поможет тебе господь из чего я помогу тебе сгумна ли сточила ли и сказал ей царь что тебе и сказала она эта женщина говорила мне отдай своего сына съедим его сегодня а сына моего съедим завтра и сварили мы моего сына и съели его я сказала ей на другой день отдай же твоего сына и съедим его но она спрятала своего сына царь выслушав слова женщины разодрал одежды свои и проходил он по стене и народ видел что в речище на самом теле его и сказал пусть то и то сделает мне бог еще более сделать если останется голова Елисея сына совпаду на нем сегодня Елисей же сидел в своем доме и старцы сидели у него и послал царь человека от себя прежде нежели пришел посланный к нему он сказал старцам видите ли что этот сын убийцы послал снять с меня голову смотрите когда придет посланный затворите дверь и прижмите его дверью а вот и топот ног господина его за ним еще говорил он с ними и вот посланный приходит к нему и сказал вот какое бедствие от господа чего мне впредь ждать от господа 4 царств глава 7 и сказал Елисей выслушайте слово господне так говорит господь завтра в это время мера муки лучшей будет посиклю и две меры ящи меня посиклю у ворот Самарии и отвечал сановник на руку которого царь опирался человеку божию и сказал если бы господь открыл окна на небе и тогда может ли это быть и сказал тот вот увидишь глазами твоими но есть этого не будешь 4 человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили они друг другу что нам сидеть здесь ожидая смерти если решиться нам пойти в город то в городе голод и мы там умрем если же сидеть здесь то так же умрем пойдем лучше стан сирийский если оставят нас живых будем жить а если умертвят умрем и встали в сумерки чтобы пойти в стан сирийский и пришли к краю стана сирийского и вот нет там ни одного человека господь сделал то что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней шум войска большого и сказали они друг другу верно нанял против нас царь израильских царей хитейских и египетских чтобы пойти на нас и встали и побежали в сумерки и оставили шатры свои и коней своих и ослов своих весь стан как он был и побежали спасая себя и пришли те прокаженные к краю стана и вошли в один шатер и ели и пили и взяли оттуда серебро и золото и одежды и пошли и спрятали пошли еще в другой шатер и там взяли и пошли и спрятали и сказали друг другу не так мы делаем день сей день радостной вести если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света то пойдет на нас вина пойдем же и уведомим дом царский и пришли и позвали привратников городских и рассказали им говоря мы ходили в стан сирийский и вот нет там ни человека ни голоса человеческого а только кони привязанные и ослы привязанные и шатры как быть им и позвали привратников и они передали весть в самый дворец царский и стал царь ночью и сказал слугам своим скажу вам что делают с нами сирияне они знают что мы терпим голод и вышли из стана чтобы спрятаться в поле думая так когда они выйдут из города мы захватим их живыми и вторгнемся в город и отвечал один из служащих при нем и сказал пусть возьмут пять из остальных коней которые остались в городе из всего ополчения израильтян только и осталось в нем из всего ополчения израильтян которая погибла и пошлем и посмотрим и взяли две пары коней запряженных в колеснице и послал царь велел вслед царийского войска сказал пойдите посмотрите и ехали за ним до Иордана и вот вся дорога устлана одеждами и вещами которые побросали сирияне при торопливом побеге своем и возвратились посланные и донесли царю и вышел народ и разграбил стан сирийский и была мера муки лучше посиклю а две меры ищи меня посиклю по слову господне и царь поставил того сановника на руку которого опирался у ворот и растоптал его народ в воротах и он умер как сказал человек божий который говорил когда приходил к нему царь когда говорил человек божий царю так две меры ищи меня посиклю и мера муки лучше посиклю будет завтра в это время у ворот Самарии тогда отвечал этот сановник человеку божий и сказал если бы господь открыл окна на небе и тогда может ли это быть и он сказал увидишь твоими глазами но есть этого не будешь так и сбылось с ним и затоптал его народ в воротах и он умер 4 ассар глава 8 и говорил Елисей женщине сына который воскресил он и сказал встань и пойди ты и дом твой и поживи там где можешь пожить ибо призвал господь голод и он придет на всю землю на семь лет и взяла та женщина и сделала по слову человека божия и пошла она и дом ее и жила в земле филистимской семь лет по прошествии семи лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем царь тогда разговаривал с Гиезией слугой человека божия и сказал расскажи мне все замечательное что сделал Елисей и между тем как он рассказывал царю что тот воскресил умершего женщина которая сына воскресила он просил царя о доме своем и о поле своем и сказал Гиезией господин мой царь это та самая женщина и тот самый сын ее которого воскресила Елисей и спросил царю женщина и она рассказала ему и дал ей царь одного из придворных сказав возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня как она оставила землю поныне и пришел Елисей в Дамаск когда винодат царь сирийский был болен и донесли ему говоря пришел человек божий сюда и сказал царь Азаилу возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку божию и попроси господа через него говоря выздоровели я от всей болезни и пошел Азаил навстречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске сколько могут нести сорок верблюдов и пришел и стал перед лесом его и сказал сын твой винодат царь сирийский послал меня к тебе спросить выздоровели я от всей болезни и сказал ему Элисей пойди скажи ему выздоровеешь однако открыл мне господь что он умрет и устремил на него Элисей взор свой и так оставался до того что привел его в смущение и заплакал человек божий и сказал Азаил а чего господин мой плачет и сказал он от того что я крепость их придашь огню и юноше их мечом умертвишь и грудных детей их побьешь и беременных женщин у них разрубишь и сказал Азаил что такое раб твой пес мертвый чтобы мог сделать такое большое дело и сказал Елисей указал мне господь в тебе царя сирии и пошел он от Елисея и пришел к государю своему и сказал ему этот что говорил тебе Елисей он сказал он говорил мне что ты выздоровеешь а на другой день он взял одеяло намочил его водою и положил на лицо его и он умер и воцарился Азаил вместо него в пятый год Ярама сына Ахаова царя израильского за Иосифатом царем иудейским воцарился Иорам сын Иосифатов царь иудейский 32 лет был он когда воцарился и 8 лет царства в Иерусалиме и ходил путем царя израильских как поступал до Махав потому что дочь Ахава была женой его и делал неугодный мочах господних однако ж не хотел господь погубить Иуду ради Давида раба своего так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена в одни его выступил иедем из-под руки иуды и поставили они над собою царя и пошел Иорам в Саир и все колесницы с ним и встал он ночью и поразил идумиян окружавших его и начальников над колесницами но народ убежал шатры свои и выступил дома из-под руки иуды до сего дня в то же время выступила и ливна проще об Иораме и обо всем что он сделал написано в летопице царя иудейских и почил Иорам с отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давидовом и воцарился Ахозия сын его вместо него в 12 год Иорама царя Ахау царя израильского царился Ахозия сын Иорама царя иудейского 22 лет был Ахозия когда вассорился и один год царствовал в Иерусалиме имя же матери его Гафолия дочь Амбрия царя израильского и ходил путем дома Ахавова и делал неугодные в очах господних подобно дому Ахавову потому что он был в родстве с домом Ахавовым и пошел он с Иорамом сыном Ахавов на войну с Азаилом царем сирийским в Рамо в Галацке и ранили сирияне Иорама и возвратился Иорам царь чтобы лечиться в Израиле от ран которые причинили ему сирияне в Рамо когда он воевал с Азаилом царем сирийским Иохозия сын Иорама царь иудейский пришел посетить Иорама сына Ахавова в Израиль так как он был болен